всем привет кто говорит я могу сказать всем привет денис великанов прошу любить и жаловать компания v-bots волжанка да и мы в новой лодке x7 fish pro причем это абсолютно новое это не рестайлинг ребята денис она насколько больше стало она стал длиннее по корпусу 556 кринолина здесь нет она стала шире 2 и 2 метра про на нас в автогабарина да конечно максимальная мощность мотор также не изменил 175 лошадиных сил 4 пассажирских места включая водителя изменилась кили ватс на транс она стала больше это теперь 18 градусов 21 с половиной градус на мебели а ты кто получаешь по этой лобке и как испытатель сейчас или прям инженер и и а вот у меня тоже максимально вот на четыре с половиной было это типа против течение да ну это четыре с половиной 85 86 даже у меня вроде заснялся но скорость течения была ну нормально как спальное место можно использовать эту штуку как спальное место можно я здесь в общем то помещаюсь так вот поперек рост какой рост 182 или 3 а вдоль по диагонали можешь по диагонали однозначно по диагонали еще куча места складные опциональные нержавеющие щупки а снаружи у нас новый планшер с мягкой вставкой который выполняет функцию привального бруса и демпфирует удары а пирс или еще что-то закаленное ветровое стекло с форточкой а единственное что калитку сюда поставили старого образца но планируем устанавливать не прозрачную калитку а скажем так металлическую для того чтобы она обеспечивала лучшую герметизацию всего этого проема а давай лёха встанет туда посередине а мы с тобой будем на один борт вставать какую рыбу тащишь я десятку за десятку самую жирную до щеку да и лёха тоже смотри три человека на одном борту сейчас причем таких довольно здоровых парней я даже вообще поймали 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 и положили куда в аэрируемый садок у тебя руки мокрые что ну да я же сейчас намочил воде мы же рыбу ловили до после до московской водички надо потом процесс обеззараживания мы чё за вода ребят ну как так можно чё на коричневые три рундука здесь у нас находится велосипедное сидение которое стали спрингфилд знакомое название да да вроде же ребята из-за океана да ну да а я так вот ставится на основание и можно него так вот положить колорабятую точку я и рундуки с комиксами с водоотливными вся вода идет наружу рундуки как видно крашеные изнутри внизу постельный материал его мягкий для того чтобы там ничего не гремело кармашек с логотипом юсбишка 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 можно пульт даже какой-нибудь сюда поставить например от троллингового электромотора заряжаться можно телефон может еще какие гаджеты консоль осталась металлической это значит можно сюда безопасно крепить прибора на x3 у вас вот здесь кнопки а тут вы их на право перенесли так правильнее да так на 3 тоже будет с этой стороны так удобнее с точки зрения водителя но я вот вчера разговаривал с виталием галицкий он сказал что если сюда ставить допустим шестнашку скорее всего придется ее чуть-чуть сюда выносить и вот эти вот кнопки будут уже недоступны то есть мы посмотрим этот момент в любом случае вполне возможно на x3 то что у вас здесь стоят это правильнее к мы посмотрим промоделируем эту ситуацию в любом случае место здесь полно для до установки всего и вся потому что и здесь целая панель и здесь и здесь и здесь чем она такая про лодка заточены в первую очередь на спиннинговую рыбалку про она потому что она неубиваемая ее часто берут те кто занимается этим профессионально в том числе гиды рыболовные любят эту лодку также просто пользователи кто любит ней можно в серьезных соревнованиях участвовать да на ней можно в серьезных соревнованиях участвовать принципе по скорости но там предпочитают больше 7 метров до лодочка сейчас регламент например про эндер слик запрещает лодки длиной более 7 метров с мощностью более 250 лошадиных сил но эта лодка поменьше и и поудобнее возить она поменьше ест она дешевле в обслуживании рундук ступень не нужно слишком высоко поднимать ногу располагается еще фальшпол то есть туда можно поставить аккумулятор вон выведены гофры он а для чего для того чтобы коммуникации прокладывать из подстаканник предохранители кстати гравировка номинал и к чему относятся полочка для вещей у вас кстати и еще если пропали до надпись теперь вместо них пиктограммки да вам больше не нравятся латинские буквы так универсальные это управление режимами работы помпы аэратора то есть это непрерывное включение помпы аэратором там загудела это включение по таймеру время регулируется вот это крутилкой а зачем чтобы рыбка дышала по графику дышал подряд туда обновлять так бывает помывочная система палубный душ помпа водоотливная стояночный огонь и ходовые огни здесь у нас прибор suzuki на этой лодке висит suzuki 175 указатель трима и указатель уровня топлива и еще как бы место осталось полно гидравлическая рулевая система итальянская пока вот это идет в стандарте да у нас вообще сейчас стандартные комплектации или или это топовый топ но это скажем так предсерийный образец из нестандартного что точно не войдет стандартную комплектацию это помывочная система отделка носа без петлевым ковролином то есть стандарте там вот такое же вот виниловое покрытие кресло фиш про наши стандартные классные фиш про с небольшим карман они вперед-назад двигаются там я смотрю полно рукояток регулировать назад вперед-назад двигается пассажирская консоль такой интересной формы бардачок вот такой вот глубины в нише юсб зарядка ниша здесь и подстаканник пассажира рыбаки не боятся это не ручка страха качаться когда либо нет здесь кстати хорошо видно что окраска металлик и стандартная или не снега стандартная будет небольшая доплата за цвета металлик серии фиш про стандартная серая без доплаты можно выбрать черный красный зеленый синий оранжевый желтый батареек сейчас что-то в лодке стало так много и они все разные нестандартные здесь у нас значит находится основная батарея с ключом массы предохранители здесь место сюда можно еще что-то поставить сиденья складные за счет чего больше места вытащить кресло снять его и воткнуть куда-нибудь на нос или корму или кресло уже мы перешли на другие стойки эти кресло уже не воткнешь ну и на самом деле не часто была такая практика когда волна и стоять на фиш платформе становится уже некомфортно ну из-за того что качает можно спуститься в основной кокпит здесь сделал нишу куда можно залезть ножком ботинка и вот так вот стоят и идет она просто замечательно она стала идти плавнее за счет увеличенной килеватости остойчивость осталось в принципе на том же уровне может быть немножечко улучшилась за счет формы днищ дошли до кормовых раскладных сидений лодка у нас четырехместная вот здесь комфортно могут разместиться еще два человека до сиденья еще вот сколько места большой логичок бардачок ничего си вот это да пульт управления музыка есть здесь нет ну был бы лимузин большой рундук под этими задними сиденьями слева и справа есть ниши эти ниши для того чтобы можно было сюда сложенные дуги от ходового тент положить по левому и по правому борту у нас два симметричных рундука для спиннингов в каждой можно положить по три спиннинга длиной до трех метров везде стоят рояльные петли на которые не задеваешь их собственно на синтеке их вообще не чувствуется дошли до аквариума аквариум до пошла водичка в аэратор две крышки открываются назад опять же есть такая штука что когда из аэратора рыбу вынимаешь выскакивать она выскакивает да и домой удобно именно когда крышка открывается назад они в дополнительный барьер для на транец только под иксовую ногу 635 миллиметров топливный бак раз воздушка топливного бак с уловителем здесь бара на сколько литров бак на 150 150 литров топовый мотор или можно еще больше сюда воткнуть максимальная мощность двигатель на эту лодку 175 лошадиных сил да это топовый мотор в основном я думаю люди будут брать 175 150 мы еще на всякий случай предложим 130 ку сюда но мне кажется такие комплекты будут не очень для предыдущей модели fishpro x7 предыдущей генерации в общем-то ставили люди 115 про xs с грузовым редуктором и гоняли лючок и доступ к коммуникациям помпа шланги помпа аэратора и так далее кстати говоря еще я вот посмотрел туда и понял что забыл вам сказать что диаметр сливов вот этих вот значительно увеличили на прошлой генерации была такая вещь что когда помпа давит в аэратор воду вода уходила на передавливал то есть система отлива не справляла здесь же уже такого не будет наверно самая приятная осталась часть почем конечно делаешь вид что ты сильно занят денис почем лодка стандартная комплектация этой модели 1 миллион 490 тысяч кстати многие наши дилеры сейчас работают с ндс продают лодки в лизинг тоже стал очень популярно без стоимости без учет стоимости доставки до дилера максимальная топовая прикидывали сколько максимальная топовая ну если все опции набрать из тех что у нас есть наверное будет где-то миллион восемьсот без мотора без мотора игорь ты мне обещал парку подарить чё тут еще игорь что есть какой-то я ничего не обещал давайте про лодку лодка она вот такая синяя я бы сказал голубая лодка голубая мечта выскорку голубая мечта рыболова миллион восемьсот плюс стоимость мотора надо его еще найти до найти установить потом гидролифт на него поставить чтобы чувствовать себя в чем канате пал наравне с другими профессионалами лодка профессиональная самое главное что надо понимать и причем ребята которые построили имеют огромный опыт в построении как раз лодок для пала для серьезных соревнований ищите на канале обзор x3 мы в рамках выставки 5 морей подсняли новую обновленную волжанку x3 и вообще там много новых волжанок все подписывайтесь на канал лайки ставьте нам будет приятно всю информацию полезную дополнительно оставлю внизу под видео в описании про парку которую лёша хочет тоже там найдете все пока джинс